Родненькие, всем привет, с вами Эммануэль. Сижу за решеткой в темнице с Роей, а точнее дома и по домашним арестам. Нет-нет, не переживайте, конечно же со мной все в порядке. Это всего лишь очередной пранк. Сделал тест я, да не простой, а на ДНК, на лежунку своего, богатыря русского. Тут вся правда-то и скрылась, не родненький он мне, не по душе. Тут пришлось ей напиться с горя, да как вдарить по матушке женушке русской, а там... И че, как у тебя там семейная жизнь? Семейная жизнь, семейная жизнь плохо. Че за такое? Нету? Развелся. Ой, я тоже в разводе. Мы тоже в разводе. Уж давно. У меня все плохо, короче. Еще будет два суда. Да ладно, не мной. Два суда еще будет у меня. О, я восемь прошла и ничего, смотри, вот она я. Вот с пистолетом, все пройдем. Все пройдет. Девушка обманулась. Побинать не надо. Все пройдет. Пойдет. И печаль, и радость. Радость. Так что, все прекрасно. Ты не выпиваешь, нет? Мне нельзя выпивать. Почему? Он офисный, ты говоришь? Нет. Он офисный. А ты дома? Я дома, мне нельзя выпивать. У меня проверка может прийти. Я, извините? Кто прийти? Проверка может прийти. Какая? Участковая. ПДН? Участковая. А у тебя там что, браслет? Да. Покажи. Покажи правду. На ноге, на ноге браслет. Ой, вкануть, блядь, я на шее, я знаю, что на ноге. Сам главный на петюне петюне покажи. Нет. Ой, их ни хера себе. Блядь, что ж ты натворил, мое солнце? Так вот. Побои, чё? Бывает, бывает. По пьяни, по пьяни, по пьяни, по бою. Вот это пинка давай, да? Вот нельзя. Я знаю, что бить нельзя. Ай-яй-яй! Ну ладно, дай мне забить надо. Да у нас нет. Чё вы там бьёте-то? Чё пьёте-то? Самогушку. Свою? Да, у тебя должно аккуратно показать. Я гоню, я гоню. Главное, чтобы там не чужую, как говорят, чтобы не торванулись, ничего. Эй-эй, я всю себя. Молодцы. Сюля и песни даже есть для души. Ну? У нас что для души? Давай, Луси, графинчик. Смотри, вот, бензовиду я вам. Мне, к сожалению, нельзя вот пить-то вот. Плохо, 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 плохо. И сколько тебе нельзя, так? Чего-чего, шесть месяцев я вот. Шесть месяцев? У-у-у, да ж у меня сколько осталось-то? Два месяца ещё. Ты когда же в полиганку, ты моя? Матюш, самое главное осталось тут полгодика. И всё, а там лето, жара. У-у-у, приезжай к нам в Астрахань. Будем судаков вот таких ловить. Шук. У щитров. Трусами. Ой. Тоже неплохо, тоже неплохо. А то. А у нас тут трусы ловятся, ты думаешь, как? А вот так вот не в подных трусах выйдешь на речку, а там раки прям вот приплывают. Раки. Раки и прям в сраке, да? Кому в сраке, кому? Кудысь. Блядь, ты чё? Хер, сука, гляди, где клевал. Блядь, ты хорош нахуй. Вон там. Всё, я оставлю. С вами весь волейший. Где они подгул туда и залезут? Ах они бессовестные. Да-да, вот такие вот. Мы прям боимся на волну ходить. Мои чё-то, как у меня селф-пак дёргутся. Тогда надо точно летом в Астрахань приезжать. Ну, я же тебе говорю. У тебя как раз это закончится, вот этот твой браслет. А, браслет когда у тебя там? Через полгода браслет на период. У меня ещё два месяца... Нет, два месяца ещё осталось. Два месяца. А, потом ещё два суда, два суда. Надо, чтобы, короче, чтобы меня вычеркнули из графа отца. И потом ещё там я хочу её лишить материнства, короче. Материнство. А ты отпиздился с ней, пойму? Ты отпиздился. А чё, она в х***ом матче? А она, короче, я сделал тест ДНК и оказалось, что ребёнка нет меня. Ну, а теперь хочешь от неё? Чего? Если ребёнок не твой, и чё теперь хочешь от неё? Ну, то, что надо из графы, во-первых, вычеркнуть, то, что это ребёнок немой. А то... Что, ну, всё. Две секунды ты делал. Я элементы плачу, как бы. Ну, чтобы вы вычеркнулись с этих. А она тебе должна... А ты сколько уже элементов плачешь в годах? Уже четыре месяца. Сорок процентов от зарплаты. Ну, где-то у меня выходит 35-36 тысяч. Ничего себе. Так вот. Кем ты таким работаешь? Солнце моё. Я же говорю, я в IT. Системная администрация в IT. Технологии. Ну, работаю, беру. Идёшь, если... Ну, нормально. Зарабатываем у нас зарплату. Не жалуемся, как говорится. Ну, как же ты позволишь, чтобы вот это вот... Ты её любила? Она тебя любила? Как же она тебе, блядь... И ты что, вот это вот сидел? Я её любил. Своим опытом в этом компьютере? Я её любил. Можно ли в матом? Господи, все свои. Да правильно. Солнце моё. Ну, ты её любила, а она тебя нет? Ну, я не знаю. Она мне говорила, что она меня тоже любит. То, что... Мы как бы, когда свадьба у нас была, она уже была на втором месяце беременности. Она сказала, это твой. Всё, я говорю, раз это мой, я такой загорелся, блин. Сразу же сам уж её позвал, всё. Пиздюлина, блядь. Пиздюлина, блядь. А сейчас говорит то, что... Ну, блин, ну... А она говорит то, что я не знал. Ну, ты сделал ДНК? М? ДНК сделал? Да, ДНК сделал. Ну, и чё, чё, чё? Чё, ребёнок не мой. Ребёнок не мой. Спасибо, блядь. Ну, чё, блядь, да свидос? Вот, и говорю, два суда будет. Первый суд это то, что я вычеркиваюсь как отец, а второй я и хочу, я её хочу ограничить в родительских правах. А если ты не отец, ты отца сити? А, короче... Как её ограничить? Ну, у меня есть видосы, где она его бьёт. Я это предоставлю суду. Не будь волчью. Не будь волчью. А она, то, что меня обманула. А она, кто после этого? Не мсти, не мсти, не мсти. А я не хочу мстить, ни в коем случае. Я говорю, я просто хочу... Как ты скажи, на примере, на примере своём. Любит, любит. Ну, люблю. Немсти. Ты хочешь, чтобы она была с тобой, а ты и вот этим вот хочешь. Поэтому он хочет отомстить. Ну, слушай, я хочу на своём примере показать, что... Слушай, ты вот, слушай меня, опытную женщину, отпусти, отпусти. Ты себе найдёшь ещё лучше, и будут дети, и будет всё у тебя нормально. Просто отпусти её. Отпусти меня. Не надо. Докажи вот это, сними с себя алименты, и всё. Отпусти с Богом. Ты православная же, я поняла. Не особо. Ну, неверующий, короче. Ну, неверующий, но всё равно. Православный. Я неверующий Фома, которого обманули. Я такая же неверующий Фома, и всё вот это вот. Да, когда прижмёт, тогда мы вот это вот, вот, боже, не помоги. Да? Правильно? Да. Правильно, Крэш? Не надо, не трогай. Тебе это не нужно. Не твое дитё, и эта женщина не твоя. Ну, Маш, я к нему тоже привык. Бери её. Я к нему тоже привык уже 6 лет. Ну, правда, привык за твой счёт. Это больно, это больно. Сколько дитю лет? 6. Олежка, 6 лет ему. 6 лет? Ну, за 6 лет, да. Естественно. Да. Не, ну, конечно, травичность. Ну, вот я говорю, я вообще хотел его, типа, себе забрать. Но это, наверное, нереально. Нет, ну, не надо. Не надо. Нет, у тебя будут свои, у тебя будет... Знаешь, какая женщина? О! Угу. Смотрите. Да, вот вещь, вы прям, это, вдохновляете меня, как бы. Молодцы, вообще, поддерживаете меня. Уверенность поддаёт, да? Не, ну, правда, ты очень симпатичный. Случезарный. Офигенный. Кто ты по гороскопу? Дева. Только низко с ним, он. Дева, 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 дева. Дева! О, боже, дева! Это же... Это же... Муа! Они молчаливые, верные. Там вообще прям... То, что верные, это да. И ещё и олени, оказывается. Как говорится. Обманутые олени. Это нет, да, да, да. Ну, бывает. Ну, что теперь? Нет. Просто здравые мысли. Здравые мысли. Здравые мысли. Отлично. А, вот. Вот, смотри. Просто. Вот, что тебе даст? То, что ты её лишишь вот этих вот прав. Твоё удовлетворение, твоё вот это вот, ну, мужское... Ребёнок несчастлив будет. Ну, и вот ты... Вот, подожди, сейчас, подожди. Вот ты, во-первых, ты её лишаешь родильщиков прав. Ребёнок идёт куда? В детский дом? Либо в детский дом, либо, если мне удастся, то я его себе возьму. А зачем он тебе должен? А тебе нужен он чужой? Ну, я к нему привык уже. Я хочу её наказать, а не ребёнка. Понятно. Я хочу её наказать, а не ребёнка. И это... И это... Родных... Родных бросают. Сейчас ты найдёшь свою вот эту любовь, которой тебя... У тебя ещё не было вот этих бабочек в животе. У меня их и не будет. Я имею в виду женскую. Будут! Помнишь нас? Я тебе честно говорю. Будут! 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 И вот эта вот всё, вот эта вся эйфория, и вот этот вот... Он тебе будет в тягость, этот ребёнок. Тебе... Вот можно я тебе скажу? Я Козе Боян. Не, правда, действительно. Ну, блин, ну... Я уже привык, я хочу, чтобы... Ну, блин! Я не хочу, чтобы его какой-то чужой там воспитывал. Вообще, третий, как говорится. Она мама. Она мать. Пускай воспитывает и всё это. Отпусти. Это не твоё. Отпусти меня. Отпусти меня. Не твоё. Твоё впереди. Отпусти. Если ты будешь жить с этими мыслями, у тебя своей жизни не получится. А у тебя вся жизнь там, впереди. Дева моя, Мария. Матюш, правда. Не, ну хорошо. Не, ну хорошо, окей. Ну, тогда... Ну. Ну, стоит вообще таких девушек наказывать? Которые обманывают мужей своих. Её жизнь наказывает. Её жизнь, нахожусь. Ну, ты знаешь, жизнь это всё как-то... Ты знаешь, я не верю в это. Жизнь там накажет. Бумеранг, всё вернётся. Ты ещё молодой. Ты ещё молодой. Вот я то же самое и говорила. Ой, куда, Бумеранг, куда? А вот сейчас дожила и говорю, о, да, Бумеранг есть. Я тебе рассказываю своё. А у тебя, у тебя, ты ещё молодой парень, и очень симпатичный, я смотрю. И глаза голубые, и очень светятся. Хотя, хотя, я смотрю, что очень такие печальные, и что-то может тебя изнутри. Ну, естественно, после такого. Да, да? Да, ну, будет, и будет, и вот ты будешь... Просто внезапно она появится, это твоя вот эта вот звезда. Да, ты ещё нас вспомнишь. Правда, это здесь. Ну, главное, чтобы меня так же не обманули, потому что я всё равно немножко доверие ты тоже утратил к девушкам. Да, понятно. А мы все утратили на этого, блин. Мы все утратили. Да. Ну, и как-то, да, после такого. Как вот доверие, наоборот, вернуть к девушкам? Или к мужчинам? А ничего. Нет. А ты верил лучшее. А ты не смотрел то, что в ней плохо. Просто ты доверяйся сердцу. Угу. Сердце своё, оно да, тебе знать. Интуиция. Вы действительно собираете бомбы? Я уже начинаю волноваться. К сожалению, нет. Вы не угадали. Нет! Буёте? Буёте? Слышно? Да, 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 слышно. А ты откуда? Я с Псковской области. Угу. А как тебя зовут? Артём. Привет. Привет. Что ты тут делаешь? Сижу, общаюсь, общения не хватает. С девушкой. Почему? Почему тебе не хватает общения? У вас в Пскове мало женщин? Нет, просто мне выходить никуда нельзя. Почему? Ты коронавирусный? Нет, нет, нет. Я на домашнем аресте. Ты хотел на митинг? Нет. А что ты сделал такое интересное? Хуже. Хуже. Побой, что? 116-я статья. Ты побил кого-то? Да. Хоть обоснованно хотя бы? Ну и кто как считает, с кем я тут общаюсь? Кто будет не обоснованно, кто обоснованно? Ну, жену свою бывшую. А-а-а! Жену побил? За что? За что? За что то, что Данька я сделал, а ребёнка к нему оказался? Слушай, а ты к Малахову не ходил? М? К Малахову не ходил? Какой нахрен Малахов? Причём тут этот? Я не хочу свои проблемы кому-то там напоказать. Слушай, но я просто думала, что это возможно только в каких-то реалити-шоу. Слушай, я тут охренела от того, что я в Инстаграме, где-то там в сторис увидела, типа, самые ваши сокровенные, типа, там, тайны. И женщины пишут, я сплю со своим свёкром, муж об этом не знает. Я родила ребёнка от брата своего мужа, и он об этом не знает. И очень много таких историй. Я была в шоке. А как ты понял, что ребёнок не твой? Ну, короче, у него болезнь проявилась в 6 лет. Альбинизм называется. То есть у него в глазах пигмент пятен, короче. Ну, белые глаза стали проявляться. Белые глаза. И я начал узнавать, что за фигня. Почему? У меня в роду не... А это, оказывается, ну, я у врачей поспрашивал, болезнь, ну, по наследству передаётся. И у меня в роду такого вообще не было. Вот. У жены я начал там, ну, так, и спрашивать, как так, почему. Я говорю, я не знаю, у нас в роду тоже такого никогда не было. Я такой странно, что за фигня. И вот решил втайне от неё сделать, она из ДНК. И вот такая фигня получилась. Подожди, ну, хорошо, ребёнок не твой. Зачем ты её пробил? Чего, чем? Зачем ты её бил? Что тут то изменится? Ну, я по пьяни, скажем. Функционально. Напился, в состоянии, как говорится, аффекта. Начал биться. Ну, получается, у тебя домашний арест, в принципе, полностью вся, как бы, ответственность, или ты пока ждёшь чего-то? Нет, шесть месяцев я уже четыре сижу здесь. А, здесь шесть месяцев просто домашний арест? Да, да. Подожди, как правильно, домашний арест? Ты всё так легко оделся, мне кажется. И условно срок тебе не дали, или что? Нет, ну, первый раз, как говорится, за первый раз условно и только дают. Домашний арест. И ты вообще из дома не можешь выйти? Нет, ко мне участковый приходит, проверяет всё это дело. Ну, допустим, продукты, там, где-то всё как... Ну, продукты, там... Мусор выбросить. Зарабатывание денег. Это родители приносят. А работаю я, зарабатываю на дому. Я этот программист. Ну, я как бы уже 10 лет программистом отработал. Нет, ну, понятно. Вот, допустим, ты. А вот люди, которые работают руками, их, допустим, посадили под домашний арест. То есть, как они должны себя кормить? Вот, допустим, у них от родителей... Ну, я как бы это узнавал. Ну, либо друзья приносят, либо родители приносят еду. Работать или нет, это их не дел, как говорится. Ещё штраф... То есть, я государству должен платить 40% от зарплаты каждый месяц. Ну, подожди, ладно. Меня зовут другой вопрос. Я понимаю, когда ты должен, допустим, потерпевшему, там, жертве платить определённую сумму за то, что там, в остальной лице, ещё что-то. Но государству за что? Государство. Это бред какой-то. Нет, это не бред. На самом деле так. Подожди, на меня вопрос интересует. Но ты ребёнка этого любишь? Или ты не чувствуешь, что это твой? Ты же всё-таки с ним до шестилетов жил? Ну, я уже привык к этому ребёнку, согласен. Ну, вот просто я не понимаю вот этот момент, например. Ну, хорошо. Блин, ну, всякое может быть, она... Ну, блин, ну, понимаешь, женщина... А я не понимаю обману вот этого. Я её не понимаю. Ну, я тоже такие просто истории знаю. Ну, либо признайся, что это не... Как-то там, не знаю. Но она тебя признала, что это, что она тебя изменяла или что? Ну, после того, как я её избил только. Я, короче... Ну, как дело было? Я пришёл по пьяни, хотел ей уже навтыкать, как говорится. И разок всунул, а она такая. Ну, то есть не хотел, только разок хотел всунуть. Вот, всунул. Как ты смеешь? Я же мать твоего ребёнка. Как ты бить собираешься меня? За что? Я говорю, мать твоего ребёнка... А вы, получается, были уже в браке или вы женились, типа, по залёту? Шесть лет, нет. Шесть лет в браке. Ну, то есть, нет. Ну, свадьба была, она уже беременная была. Слушай, ну, может быть, вполне такая ситуация, что она изменила мужа один раз и не знала, от кого реально ребёнок. Он такой тоже может быть. Но, блин, но всё равно... Я не верю в это. Я не верю в это. У нас такая будет активная половая жизнь, что и не поймёшь, от кого залетела. Нет, ну, я не знаю. За человека, за которого ты собираешься замуж, я вот ему бы изменять точно не стала. Не знаю, я так не могу категорично говорить. Нет, я... У меня было отношение с двумя мужчинами, они были несерьёзные. Но если бы я собралась замуж, то, как бы, это было бы всё серьёзно. Ну, короче, вопрос двоякий. То есть, даже мы не можем прийти к общей машине. Но я считаю, что бы то ни было, женщин бить нельзя. Нет, я считаю, что женщин достойный. А мужчин обманывать можно? Да. Нет, я бы тоже побила за такое. Ну, представь, вот тебе муж говорит, я не... Это ребёнок, не от тебя. Нет, ну, просто обидно. Ну, я сижу, я согласен, я за дело сижу, да, согласен. Но, блин, ну, почему статьи такой не придумают для женщин? Это всё-таки мошенничество, как по мне. Ну, да. Слушай, ну, она реально могла не знать, от кого ребёнок. Ну, как-то так, не знает. Она убила до мной на 6 лет, допустим. Я вот не верю в это, то, что она нагуляла и не знала, от кого ребёнок. Она мне так и сказала, я не знала, я не знала, конечно, ага. Ну, блин, ну, она должна быть на голове. Слушай, мы можем и не такое. Ничего я не знаю. А я считаю, что можно реально не знать, от кого ребёнок. Да нет. Это только в сериалах. Ну, блин, мне вот обидно. Я вот не знаю. Ну, короче, ладно, всё, закрыли тему. Почему ты сидишь в рубашке, ты как будто на свидание собрался. Да нет, я после работы, как сказать, решил посидеть. Я же там в рубашке должен сидеть, когда работаю. То есть общаться с директором, там, с работниками. Но мне кажется, что если ты будешь знакомиться с девушками, там, для каких-то, может быть, отношений... Да нет, я не общаюсь с девушками. Я не общаюсь с девушками. Я не общаюсь с историей вообще. Вообще лучше не говорить о том, что у тебя есть срок. Ну, я потерял доверие после этого к женщинам, если честно, на самом деле. Ты не доверяешь? Ты её любишь? Ты её любишь? Нет, я имею в виду, если знакомиться с другой девушкой, я имею в виду доверие. Сейчас вот я теряю доверие к женщинам после этого. Хорошо, ты любил свою жену, ладно. Естественно, как же. Я делал предложение, делал предложение, свадьбу, всё на мне было. В деньгах всё... Хорошо, как у меня ребёнка ты любишь? Какая расть-то, кто ему биологический отец? Главное, кто воспитал. Ну, естественно, нет, я привык, я привык уже к ребёнку. А ребёнку 6 лет? Да. Но привык это как-то тоже, знаешь, непонятно. Такая, знаешь, такой момент, что вроде ты не признаешься в том, что ты любишь твоего ребёнка. И у тебя, вот, я даже не представляю, чтобы у меня возникли сомнения, что... Нет, ну, ты понимаешь, когда ты любишь ребёнка, и ты думаешь, что это твой ребёнок, и когда ты понимаешь, что это не твой ребёнок, это мир ломается просто. Не знаю, многие мужчины любят детей не чужих, как своих. Но когда ты изначально принимаешь этого ребёнка, и ты понимаешь, что он не твой, но ты его любишь, потому что он не твой. Вот ты фиг. А когда ты думаешь, что это твой кровный, а потом ты узнаёшь, что тебя обманули... А она тебе точно сказала, что она знала, что это не твой ребёнок? Она сказала то, что она не знала, но я ей не верю. Ну, я, вот, я и верю. Вполне может быть. Не знаю, мне... Как бы... Я ребёнка, ну, то есть, могу, то есть, это как мой роднули, как бы, считаю. Как бы. Но он же привык к этому, потому что я отец. Ладно, но мне хочется как-то бывшую свою наказать. Вот в чём беда. Из-за чего? Чтоб так больше не поступало. Мне кажется, такие женщины не достойны быть матерью. Это очень жесток. Ну, а почему я жесток? А то есть, она со мной поступила не жестоко? Не знаю. Шесть лет обмана. Ну, я, ты говори, я вполне могу предположить, я помню, очень много историй, когда были женщины и реально не понимали, от кого ребёнок. Очень много таких. Ну, как-то странно это звучит. Бриджит Джонс, да, в последнее время? Нерсия. То есть, такие вот пироги. Блин, у меня вообще мысль была её, как бы, в суде. Её родительских прав лишить. Ну, тут, наверное, тебе не посодействует суд, потому что... Да, вот я тоже про это думал. Я тоже про это думал. Вот сейчас сижу, четыре месяца, всё об этом думает, бесполезно. Сколько раз вот видео тут начал присматривать в интернете, всё про это дело. Нереально, нереально. То есть, всегда суд за матерью. Ну, да. Ой, блин, обидно, конечно. Вообще, жесть. Ну, тут надо тебе просто начать жить с нуля и создать, наверное, уже свою какую-то семью, которая... А вы подали на развод или как это вообще реально заверить? Ну, она подала, она подала на развод. То есть, по идее, ты ещё алименты должен платить? По идее, пока... Да, 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 пока я в графе, как отец, я плачу алименты. Нет, но он принесёт бумажку, что он не отец. А, ну, это ещё и суд будет. Это ещё надо доказать. Суда ещё пока не было. Пока суда не было, я плачу алименты. Охренеть. Короче, пацан, ты счастливчик. Олень, олень, умный олень. Всё, и не... Ты просто чувствуешь, что ты обозлился на женщину, на свою жену, это неправильно. Не все женщины такие. А я... Я только на неё обозлился. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...